Ну, вы же любите говорить комплименты, Давид. А кто вам сказал, что я сейчас скажу комплимент? Вот я поэтому и дал микрофон, я надеялся. Мы когда вставали, я говорю, да, я, конечно, здесь стану, потому что здесь есть мастерство, здесь есть техника, но я просто хочу увидеть этого человека в другом исполнении. Вот вы слепили музыку, текст, какие-то движения. А про что это было? Ну, ну ладно. Вот для меня, не пожалуйста, у вас укажено свое мнение. Протрите очки, реально, честно. Да могу я это говорить? Да нет, потому что, знаете, сколько комментариев получается, господи, что ж вы, что ж вы людей, которые просто гениальные вещи на сцене делаете, что ж вы сидите и вот, ну мне кажется, вот я тут нашел, да неважно. Я не считаю, что это выступление гениальное. Я актер по образованию, 20 с лишним лет в театре работаю. Я все-таки могу договориться? Я реву, я реву, потому что каждый, каждый жест, каждый, потому что здесь сквозь слезы звучал голос, чистейше звучал. Да. Протрите очки еще раз вам на рукаве. Это с вашей точки зрения. У меня другая точка зрения. Да, сидите с красным квадратом. У меня не красный квадрат, а желтый. Давид, пока вас не депортировали со стены, отдайте микрофон. А то уже санкции Сергей начинает вводить. Да я не могу просто. Итери, итери, итери. Вы стольких классных талантливых артистов зарубили, отправили домой. Если бы я их не вернул просто, он не был, не убил никого. Просто это, это, не дуэта тогда не было классно. Вы рубите всех, вы ищете какие-то маленькие соринки. Понимаете? А потом, конечно, правила меняют. Да потому что я возвращаю охренительных артистов, которые потом финалистами и победителями становятся. Понимаете? А я устал бороться с вами. Не ради вас мы здесь, вы поймите. Не ради того, чтобы вы встали и какую-то умную фразу сказали. А потому что вот здесь люди стоят, которые идут к этому очень долго. Да. А вы хотите сумничать, блин. Сережа, мы все полностью тебя понимаем, поддерживаем. Я уже даже придумал на самом деле этот красивый памятник. Мы все сбросимся. Сотня у ног и Лазарев распятый такой. На нотах, на нотах, на скрипичном ключе. Серега, ты молодец. Поэтому вот у нас и выходят такие люди. И поэтому это самое невероятное шоу в стране. Потому что здесь есть жизнь, эмоции, любовь, стресс. И все это называется. Ну-ка все вместе. И отдельный аплодисмент и лучшему лидеру сотни. Этери. Этери, ты сегодня просто, ты, я не знаю, ты так сияешь, ты такая красивая. Спасибо большое. Я не знаю, что у тебя было в четверг, но сегодня в пятницу ты роскошна. Ты должна исцелить ту рану, которую нанес нам Винер. Я Давида обещала задушить, но прежде мне надо будет до него допрыгнуть. Но сейчас не до шуток. Я сейчас, можно, пожалуйста, я обращусь к Сереже. Сережа, где бы я ни находилась, в каком бы городе. И когда подходят люди, и говорят, ой, мы вас видели. И все передают привет и низкий поклон тебе. Я тебя очень люблю, очень уважаю. И все абсолютно, знаешь, потому что тебя действительно искренне волнует судьба каждого конкурсанта, который выходит. Ты можешь их ругать за то, что они профукали свой момент. Ты можешь их восхвалять, потому что они действительно превзошли себя. И для тебя не все. Как ты в социальных сетях то, что ты выкладываешь, каждого человека, ты интересуешься их творчеством. Это говорит о твоей большой душе как человека, как артиста. Спасибо тебе большое, что ты такой есть. Спасибо, Игорь. Спасибо. Потому что, когда артист самодостаточный, и который сам по себе прошел непростой путь для того, чтобы утвердиться, и когда, извините на минутку, этот человек имеет право, после того, как он боролся на Евровидении за нашу страну, он имеет не только право говорить какие-то вещи, но он имеет право отстаивать тех людей, которые действительно произвели на него неизгладимое впечатление, потому что он сам к своим годам, пускай это еще молодые годы, 41 год, это еще для артиста ничего, но он мастер уже своего дела. Спасибо, спасибо, огромное. Нет, Сергей, это правда, это нужно, но... Спасибо вам, очень приятно. Какая отвратительная рожа.